Это юмор, юмор. Но это очень интересный юмор, познавательный. Я хочу рассказать, как знаменитейший, главный психотерапевт России Борис Дмитриевич Карвасарский оценил мою науку. Значит, ну, когда у меня вышла книжка в 96-м году «Защита от стресса», когда я ее ему показал, он почитал, он так сказал, ой, какая хорошая монография. А я говорю, ну, это научно-популярная книжка. А он говорит, нет, это уже монография. Я говорю, а как это монография? Он говорит, ну, потому что там же есть методический прием. А, я так обрадовался, сам Борис Дмитриевич мне такое говорит. А потом мне говорит, слушай, я, говорит, очень люблю, говорит, защищать диссертации. Ну, он же профессор, доктор наук, я говорю, вам-то зачем-то защищать. Он говорит, ну, у тебя же еще пока нет, поэтому... А я, говорит, имею в виду, что я люблю, когда мои ученики защищают диссертацию. У меня, говорит, прямо хобби такое, у меня за сотни людей уже защищенных. Ну, конечно, это же Карвасарский, конечно, у него много учеников. Ну, хорошо, я говорю, а что для этого надо? Он говорит, а ты можешь 20 страниц написать, и докладом я тебя пропущу. Ну, я так обрадовался, и вот, значит, писал, я писал эти 20 страниц, потом ему послал, потом я ждал, нет ответа, нет ответа, нет ответа. Потом я ему позвонил, Борис Дмитриевич, ну, как, я говорю, может быть, там что-то непонятное написал. Он говорит, да кто же так понятно пишет? Как же мы тебя защищать будем? Надо, говорит, по-научному как-то написать, а ты слишком понятно пишешь. Ну, вот видите, я с одной стороны обрадовался, что я так умею понятно писать, что даже меня защитить не могли бы, да? Ну, диссертацию я потом защитил, там, через некоторое время, в Институте военно-медицины, в Центре авиационно-космической медицины. Но дело-то в том, что сам Карвасарский сказал, ты очень понятно пишешь, и я очень доволен. До встречи, друзья.